Музыка Давно вы меня просили и вот оно Один из самых необычных автомобилей в мире Легенда, идеал и в то же время разочарование DeLorean DMC-12 Машина является частью галереи ресторана Лекалин Коллекции Камышмаш И ее делали долго Почему? Ну хотя бы потому, что выпускали DeLorean и всего ничего С 1981 по 1983 год Выпустили 9 тысяч, сохранилось 8 Но проблема с запчастями есть Фильм «Назад в будущее» я уверен, многие смотрели Забавное кино И именно в нем DMC-12 выступал в роли машины времени И знаете, это ему удалось DeLorean успешно перенеслись из прошлого в настоящее Чтобы мы их подробнее рассмотрели Отцом-основателем компании стал Джон Захария DeLorean Фирму он назвал именем себя и начал творить Благо, опыта у него было много, очень много Так как до этого он работал в Паккарт, Крайслер и Пантиак А в 1972 году он стал вице-президентом General Motors По производству легковых и грузовых автомобилей Но Джону хотелось своего и уникального Такого, чтобы все ахнули Ну, все и ахнули На самом деле рецепт был прост Взять самое лучшее и помножить на оригинальное Над обликом этого автомобиля трудился Джарджетто Джуджаро из Итал Дизайн Это тот, который дизайнер тысячелетия И тот, который впаривал китайцам и корейцам завалявшиеся эскизы И пластмассовую надпись Пенинфорина Над проектной документацией работала компания Lotus Два года она перерабатывала идеи Джона Делориана в реальность Сами понимаете, что проиграть было невозможно Кузов Ну, во-первых, он красивый А вы видели двери? Крыло чайки Ну и что, что все это было уже у Мерседеса? Там стоит торсион, скрученный семь раз при очень низких температурах Во-вторых, сама конструкция кузова Это что-то с чем-то Фактически хребтовая рама стальная Но покрытая полимерной смолой На которую крепятся стеклопластиковые панели Усиленные полиуретановой пеной А вот сверху листы из нержавеющей стали Но это еще не все Кузов склеивается Именно склеивается из двух половинок А силовыми элементами для безопасности Служат уритановые балки Которые установлены сверху, спереди, сзади и по бокам Кузов красить сложно Краска слезает Если полирнуть, то чебуреки уже есть нельзя Пятна остаются Но, блин, зато он не ржавеет Раз Два От корвета двигатель не дали Американцам самим был нужен И впихнули то, что подошло В6 серии ПРВ ПРВ расшифровывается Пежо, Рено и Вольво Он стоял под капотом многих французских машин Вольватроны меня преследуют Такие движки устанавливали на 200 и 700 чемоданы Только там они выдают 170 лошадиных сил А тут, по экологическим нормам США Двигатель должен выдавать 130 Ну или кто-то говорит 150 лошадиных сил Во всем виновата Америка Ну, багажное отделение Есть какое есть Вот здесь вот родной чехольчик На торпедо Накрывается сверху Знаете, зачем? Дело в том, что пластик Используемый для покрытия Отвратительного качества И с годами он просто трескается Американцы знают об этом И специально делают вот такие вот Модные накидки Ох! Японский городовой Вот с таким валенком надо ездить Во! Смотрится, конечно, убого Модные накидки ну попробуем господи все я лег в машину ну и конечно же салон все клиенты отмечали высокое качество отделки салона именно салона не машина что мы тут имеем а ничего здесь детская пепелка две клавиши для открывания окон кондиционер панель приборов температура зарядка тахометр спидометр бензобак и масло все ничего тут больше нет вообще даже в подлокотнике ничего нет сзади маленькая багажная по ну и конечно же берегите голову машина для гнобов бардачок как на девятки кстати тут в автомобиле все родное ничего здесь камыш-маш не доделал поэтому тадам вольво снизу де лорен никто никогда вам не показывал зачем я его поднял чтобы показать вам соответственно раму которая как бы x-образная но если вы представите себе то это две буквы y сваренные друг с другом расходятся в разные стороны в одном расширении установлен двигатель и коробка а в другом расширении установлен бензобак и отсюда очень хорошо видно независимую подвеску тягу ну и все закрыто панелями абсолютно плоский днище вот так получилось пятиступенчатая механика сюда можно установить автомат но у нас вот разгон до 100 10 секунд 10 секунд и это спортивный болид максимальная скорость 177 километров в час подвеска независимая пружинная как я уже говорил ее разрабатывал лотус создатель злых спорткаров но делориан попросил сделать ее как в америке в результате комфортный корабль кренящийся в и совершенно не зажигательный в нем очень классно ехать и слушать музыку ловить восхищенные взгляды но это разочарование а представляете если бы здесь стоял автомат но есть одно но джон захария делориан не смог по ряду причин воплотить свой концепт на сто процентов попытка сэкономить денег повлекла за собой целый ком проблем завод был открыт в северной ирландии англия помогла джону деньгами но квалифицированных рабочих не было первые машины которые пошли в серию 81 с опозданием в год были плохого качества потом на предприятии позвали рабочих и инженеров шевроле но время было упущено клиенты ждали автомобили многие месяцы мне здесь откровенно неудобно видели какой вырез в двери чтобы голова помещалась то есть влево вправо я уже стучусь а каковы здесь окна все 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 господа только отстреливаться из пестика посадка ну я не знаю с моим ростом здесь делать нечего руль не регулируется коленка упирается в рычажок переключения поворотников объединенные с звуковым сигналом и я все время бибикаю и конечно стоимость америка ждала доступный суперкар 25 тысяч долларов была стоимость автомобиля это немногим дешевле porsche 911 но на четверть дороже chevrolet corvette и porsche 924 turbo которые по всем фронтам выигрывали рулится очень хорошо скорости втыкаются как затвор винтовки радиус поворота конечно великоват ускорение очень странно но здесь загружена в основном задняя ось еще и задний привод как в юности все круто и дерзко но ты чувствуешь себя инородным предметом в этом автомобиле и наверное потому что создатель делориана товарищ делориан не смог воплотить все то что хотел в этом автомобиле это знаете как с дорогим вином ты посадил виноград ты собрал его отжал сделал прекрасное вино несколько десятилетий оно томилось в бочке ты налил в бокал и разбавил все водой вот примерно такие же ассоциации но людям нравится понимаете люди не могут понять что делориан это не тот восторг который есть на самом деле это кайф это супер но это не то судьба или человеческая глупость уничтожила предприятие неважно компания разорилась но спустя многие годы в америке энтузиаст и поклонник марки возродил фирму и сегодня если хотите можете купить даже новый делориан дмс 12 с 2008 делается порядка 20-30 авто ежегодно делорианы восстановленные в хорошем состоянии обойдутся в сумму от 25 тысяч долларов а за собранные специально для вас с нуля попросят от 58 до 73 тысяч долларов все спорно в этой машине но на то она и культовая чтобы судили рядили хвалили ругали но джон захария делориан и его dmc 12 вписали свои имена в автомобильную историю им по большому счету все равно что мы о них думаем а а в そ все а Продолжение следует... Продолжение следует...